Эфир телеканала ННТ продолжит новость Дагестан. В студии была Ахмедова. Здравствуйте. Я и мои коллеги ознакомим вас с последними наиболее значимыми событиями и в начале, коротко о главном. Не кнутом и не пряником, а половником. Жительница Махачкалы попала под статью за систематическое избиение четырехлетней дочери. Об этом расскажем в самом начале. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первые в этом году призывники из Махачкалы направились к местам несения службы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жительница Махачкалы попала под статью за систематическое избиение четырехлетней дочери. Как сообщает Следственный комитет Дагестана, ранее судимая 32-летняя подозреваемая наносила увечья своему ребенку с января по март этого года. Известно, что в ход шли даже металлические предметы. Девочку по решению суда изъяли органы опеки. А в отношении ее матери возбуждено уголовное дело. Как сообщают источники нашего телеканала, ранее женщина была судима за убийство и за распространение наркотиков. Первая группа призывников из Махачкалы отправилась на службу в армию. Провожали ребят, родные и близкие на сборном пункте военного комиссариата столицы Дагестана. Церемония началась с торжественного построения на плацу. С напутственной речи к новобранцам обратился военком Махачкалы Геннадий Курбанов. Военная служба дает очень много для тех, кто хочет по-настоящему жить, не прятаться за чужие спины в дальнейшей жизни. За этот год вы должны определиться со своей дальнейшей судьбой. Второе, армия воспитывает самостоятельность. Это тоже очень необходимо мужчинам. Призывники прошли медицинский осмотр и готовы к выполнению своих обязанностей. Срок военной службы, как и прежде, составит 12 месяцев. Новобранцы весенней кампании не будут направляться в пункты дислокации вооруженных сил России в новых регионах или для участия в СВО. Совсем скоро наша страна отметит два праздника – 1 мая и День Победы. В связи с этим в текущем году для всех россиян выходные начнутся уже с конца этого месяца – с 28 апреля по 1 мая. При этом суббота будет полным рабочим днем, в связи с чем предстоит шестидневная рабочая неделя. На празднование Дня Победы отведено 4 дня – с 9 по 12 мая. Корреспондент ННТ Тамара Сомедова провела небольшой опрос среди жителей Махачкалы с целью узнать, как они проведут праздничные дни. Ответы были самые разные. Пожалуйста, что ты будешь делать на праздничных выходных? В селе буду. В селе? А чем будешь заниматься? С другом играть. И все? Ну, гулять-то. Наверное, с друзьями на поляну, отдых. Не знаю. Уроками заниматься? Да. Уроки будешь делать на выходные? Да. А играть не захочешь? Егать с друзьями будешь? Да. А родителям помогать? Волгу. Уеду домой и обратно. А домой-то куда? В Самару. Не знаете, чем будете заниматься в эти дни? В эти дни как раз буду в поезде. Все два дня. Хотел бы с семьей пройти время. И все? Ну, с друзьями погулять. Вообще, погулять по городу. Время с детьми проводить буду. Работать, скорее всего. То есть, у вас выходных вообще нет? Ну, по желанию. Когда сами хотим, тогда идем. Экскурсию по интерактивным залам мультимедийного комплекса «Россия. Моя история» в Махачкале организовали для детей, прибывших в Дагестан из Белгородской области. Гостей, а это около ста человек, познакомились с историей и культурой региона в зале «Мой Дагестан», а также с отечественной и современной историей России в зале «20-й век». Завершилась экскурсия просмотром фильма «Время первых» в Большом конференц-зале. Аркелов, ты машину готовь. Аркелов, пробовал, что ли? Чекус-катапульс снял? Затем глава города Махачкалы Юсуп Умавов пообщался с юными гостями столицы, поинтересовался, как проходит у них досуг и чего бы они хотели еще увидеть. В ходе беседы городоначальник пригласил ребят на открытие нескольких новых локаций в городе, а также на празднование 155-летия Народного поэта Республики Сулеймана Стальского. Сейчас мы полностью меняем все, более 300 новых деревьев будем завозить туда, более 3000 цветов, разных цветов. Потом у нас будет еще акция «Зеленый город», мы еще не закончили, посадка деревьев. Надо будет обязательно тоже вокруг, если есть там место, организовать, посадку деревьев, чтобы 4-5 детей, а на дерево, что посадили. А не и герои, как бы создать через какой-то код, чтобы можно было услышать, кто там является авторами, кто посадил. Теперь прервемся на краткий обзор новостей в рубрике «Дайджест», а затем вернемся, не переключайтесь. Жители Дагестана, который сжег венок в вечном огне, будут судить на Кубани. Инцидент произошел в канун Нового года в Мемориальном сквере в честь участников гражданской и Великой Отечественной войн в городе Тимошовске. По версии следствия, мужчина в пьяном состоянии взял возложенный венок в виде звезды и прикрыл пламя, а после встал ногами на конструкцию и начал прыгать, из-за чего на металлическом корпусе образовались повреждения. Уроженцу республики грозит до трех лет лишения свободы, либо штраф в размере до трех миллионов рублей. Зарезал и закопал друга за отказ одолжить 10 тысяч рублей. Магомед Магомедов из села Ирганай по Вене рассказал, как убил своего товарища. Причина заключается в том, что мужчина не дал ему в долг, из-за чего и началась драка, которая закончилась трагически. После совершения преступления задержанный вывез тела убитого на окраину и закопал. Более двух с половиной тысяч человек зарегистрировались на массовый забег Дагестан Вайлд Трейл. Марафон по горной местности пройдет в нашей республике уже в это воскресенье. Его маршрут будет проложен через Лакский, Гунипский, Левашинский, Унцукульский и Гергебельские районы. Место финиша всех дистанций будет располагаться в поселке Шамилькала, где для гостей представят насыщенную культурную программу. Это мастер-классы по изготовлению народных промыслов, выступления ансамблей, аниматоры для детей и многое другое. В Дагестане в этом году на 20% выросли продажи туристских услуг. По сравнению с прошлым годом выросла также глубина продаж туров. Она составляет от 3 до 7 месяцев. В республике на сегодняшний день функционирует 650 гостиниц, гостевых домов, в которых можно разместить примерно 30 тысяч человек, что на 3 тысячи больше по сравнению с предыдущим периодом. В этом году из-за увеличения турпотока аэропорт Махачкалы увеличит количество прямых внутренних рейсов с 22 направлений до 31, а также будет принимать не 90 рейсов в сутки, как было раньше, а 100. В России предложили заблокировать ТикТок. Эта инициатива принадлежит Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров. Роскомнадзор принял обращение и рассмотрит его до 8 мая. Автомобиль и полмиллиона рублей. Такой призовой фонд подготовил Дагестанский исламский университет имени шейха Мухаммада Арифа победителем интеллектуального состязания. ВУЗ объявил о проведении первого всероссийского конкурса «Молодые алимы России» на знания основ шафиитского и ханафитского масхабов, а также основ вероубеждения. Победителя получат ценные призы. Обладатель первого места – автомобиль марки «Шевроле Монза». Второго – 300 тысяч рублей и третьего – 200 тысяч. Отборочные и финальные этапы конкурса состоятся 14-15 сентября в стенах ДИУ. Молодые богословы, желающие принять участие в конкурсе, по всем вопросам могут обращаться по номеру телефона, указанному на экране. И к новостям спорта. Футболисты «Динамо» вновь возглавили турнирную таблицу Первой лиги. В матче 27-го турнира дагестанская команда в гостях разгромила нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась со счетом 3-0. Отличились Игаш Касинтура, Тамеркан Цундуков и Сердер Сердеров. После этой победы махачкалинцы набрали 47 очков и вышли в единоличные лидеры турнира. До окончания чемпионата в Первой лиге остается 8 туров. На этом я с вами прощаюсь. Для вас в студии работала была Ахмедова. Смотрите нас также и в социальных сетях. Хороших вам новостей и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова